наталья ваше выступление здесь озаглавлено как фирменная розница не равно с бытовая сеть получается что кто-то на рынке думает иначе так ну к сожалению как скажем большинстве случаев производители считают что у них есть фирменная сеть через которую можно ну собственно сбывать все что производим до без привязки или без учетов интереса покупателя а с точки зрения фирменной сети как ритейлеров очень важно чтобы ну скажем то ценностное предложение в том числе по товару соответствовало ожиданиям наших целевых покупателей которые к нам приходят и вот здесь вот он и есть как бы сам такой фокус да что ну собственно важно создавать и развивать розничную сеть но с учетом до предпочтение покупателя почему это плохо ну то есть условно мы же все привыкли например что раньше приехали бы заводах там условно был свой фирменный магазин это неплохо давайте начнем из этого хорошо тогда почему это не должно быть равно вот этому какому-то площадке для сбыта просто это какая-то вот требование нового времени нового покупателя или что фирменная сеть и производство они вместе должны обсуждать что производить какой-то бар который они будут продавать через фирменную сеть для того чтобы предложение фирменной сети соответствует ожиданиям покупателя не просто производитель производит то что он считает нужным с точки зрения там разные мотивы да могут быть чтобы эти знания покупателя не были и у производителя да и уже понимая что нужно покупателю фирменной сети производства производит то ну то есть безусловно производит тот товар ключевой который он умеет производить и делает его хорошо, но уже с учетом предпочтений его покупателей, да, и покупателей фирменной сети. Тогда представить какой-то идеальный сценарий, как должна открываться и масштабироваться фирменная розница, то как правильнее поступать в текущих экономических условиях, и вообще на текущем рынке, который вот там и онлайн, и омниканальный, все на свете, и тут еще вот дополнительная точка. Есть производство, хотим дополнительно рынок сбыта, давайте сделаем сеть, давайте. Но при этом, что важно учитывать, все-таки как бы контекст рынка, да, ну в целом. Чуть-чуть тут скорректируемся, вот. Изначально нужно понимать, что за продукт, на какие ключевые категории как бы мы отталкиваемся, в принципе, какую формулу нашего формата, что это будет, опять же, специализированная розница, да, как магазин. Это могут быть, опять же, там удобные магазины, у которых ключевые категории, те категории собственного производства. Вариантов их может быть много, да, но вначале нам нужно определиться вот с этой бизнес-идеей и понять, что это будет за розничный формат или группа магазинов, какую ценность она будет транслировать, да, или предлагать как бы покупателям, да, в чем как бы вот это будет ценностное предложение, и в том числе по товару. И когда уже есть понимание самой бизнес-идеи, есть понимание, что мы будем продавать, как мы будем себя позиционировать, с какими покупателями, ну, скажем так, на предпочтение каких покупателей мы будем фокусировать наши розничные форматы, предлагая, опять же, продукцию собственного производства, оцифровав, ну, скажем, наверное, все риски возможные, да, то есть понимая, как структуру будущих продаж, оценив ключевые показатели продаж, мы можем уже смело двигаться дальше к непосредственно, допустим, если мы говорим про пилотный магазин, ну, там начинается, что, создание бренда, да, если мы говорим вот с нуля новое, это бренд, это дизайн-проект, проектирование, оснащение, создание операционной модели, где уже формируется ассортимент на матрице, строится ценовая модель, определяется, какое будет размещение стандарта мерчендайзинга, формируется модель бизнес-процессов, да, то есть, ну, в принципе, запускаются вот все процессы, которые должны быть у фирменной сети, ну, и работа с объектом, да, то есть, это подготовка, запуск пилотного объекта одного, нескольких, да, ну, собственно, вывод на показатели, да, как технический запуск, проходит какое-то время, испытательный срок, и дальше уже по результатам принимается решение о том, как можно масштабировать, но понимание того, сколько, допустим, может быть, таких магазинов, оно уже есть на первом этапе, когда разрабатывается сама бизнес-модель, оценивается потенциал рынка, мы понимаем, в принципе, сколько объектов уже специализированной розницы можно сделать, да, то есть, сколько емкость этого рынка, вот, ну, и, собственно, анализируем, что получилось, что не получилось в результате этого теста, да, что-то улучшается, принимается дальше решение о масштабировании, ну, о неком динамичном, да, или умеренном, каждый по-своему, ну, наверное, из особенностей последних, там, вот, скажем, нескольких лет есть то, что, скажем так, в удобном, небольшом, компактном магазине специалисте создавать некую дополнительную ценность, развернутую, да, такой расширенный покупательский опыт, это, ну, как скажем, экономически не всегда целесообразно, да, поэтому обычно в таких компактных магазинах дается покупателю, предоставляется такая базовая ценность и по товару, и по сервису, по опыту покупок, по... так, я заикнулась, и по товару, и по сервису, и по опыту покупок, по услугам, да, а вот все-таки развернутый, расширенный опыт покупок, расширено товарное предложение, оно предоставляется в неких флагманских магазинах или магазине, да, которая формирует лояльность к самому продукту и, в принципе, к этому розничному бренду, то есть, в принципе, название этих магазинов, как называется. Безусловно, покупатель или потребитель, увидев все, на что способен этот производитель, или эта фирменная сеть, как они вообще этот товар, скажем, презентуют рынку, насколько он хорош, насколько магазин сам по себе впечатляет, насколько вот этот опыт покупки все-таки современный. Эта лояльность, безусловно, она формируется потом на вот эти небольшие компактные магазины, которые чаще уже размещаются в спальных районах, ну или в каких-то, скажем, рыночных пространствах, если все-таки говорим про специалистов, про фуд ритейл, да, то есть, ну, это рыночная среда еще актуальна. Ну, пожалуй, это самые, наверное, такие особенности по масштабированию. А все-таки, если говорить про форматы фирменной розницы, то сейчас, получается, превалируют какие-то компактные маленькие магазины, да? Ну, да, компактные именно, ну, куда? В удобство, да, то есть, близость к дому, ближе к покупателю. Удобно, быстро, это магазины быстрой покупки, при этом фокус на ключевые категории, но при этом мы говорим, что есть удобные категории, те, которые дополняют основной ключевой продукт, опять же, там, создавая вот это дополнительное удобство для покупателя. А если вот резюмировать то, что вы ранее сказали, быть, может, более структурировано, а какие советы вы можете дать тем, кто задумывается о создании фирменной розницы? Вот буквально по пунктам, еще раз, с чего начать, куда обратить внимание и как правильно действовать? Ну, вы сейчас, ну, смотрите, большинство случаев все-таки приходят запросами на проекты, те фирменные сети или то производство, у которых есть фирменная сеть, уже есть. Уже есть, да. Так исторически уже сложилось. И есть, наверное, такой как бы запрос на то, что, а что же, как привести ее в порядок, да, вот. Но все равно мы начинаем как бы с этапа, что мы оцениваем жизнеспособность той бизнес-идеи, да, или, ну, как ритейл-концепции, скажем, да, вот этих магазинов. Мы понимаем, что необходимо усилить, как ценностное предложение, что необходимо сбалансировать в самой формуле этого формата, да. Мы разрабатываем шаги, мы понимаем, как выйти на эти желаемые показатели, какой там потенциал, сколько нужно инвестиций, опять же, как они окупятся. И дальше принимаем решение, какие магазины мы уже делаем. Это есть возможность, скажем так, перезапустить существующие на премьере пилотов, опять же, или открываем как бы новые объекты. Бывает такое, что просто есть уже фирменная сеть, и говорим, ну, все, мы не трогаем, давайте просто строим новое с нуля. Можно и так, это даже быстрее, да, всегда новое быстрее строить, чем... А со старыми что? Ну, старое просто, если новый выстрелит, покажет себя, ну, скажем так, максимально эффективно, сопоставить результаты нового и старого, и дальше принимается решение, что все равно со старой сетью нужно что-то делать, да, и скорее всего, это будет план такого переформатирования. Просто управляющая команда проекта, она, как правило, учится в действии, открывать новые магазины в новом формате, да, то есть с новой ценностью, по новой формуле на новых магазинах с нуля. А дальше уже проще адаптировать то, что есть в рабочем операционном порядке, да, ну, скажем, может быть, не так торопясь, опять же, как выделяется бюджет в рамках компании, да, но вот свой план, по тому комфортному плану вот так двигаться, бывает и такое. А по опыту, не знаю, если можно об этом говорить, с каким направлением может быть проще работать, и вообще как много времени занимает вот это переформатирование, например? Ну, по-разному, опять же, если говорить про фирменную розницу, давайте возьмем 4-5 месяцев, да, это от момента самой идеи или ее усиления и до момента, там, скажем, запуска самого пилотного объекта, пилотных объектов. Обычно, если мы говорим про фирменную розницу, открывается сразу несколько пилотных объектов для того, чтобы сопоставить, как сработает группа магазинов и исключить некий такой человеческий фактор, попробовать даже в новых локациях и определить, где какой магазин работает эффективно, и дальше уже принимать это решение. Ну, вот на это нужно 4-5 месяцев. Вот такой плотной работой с управляющей командой проекта заказчика, потому что если не вовлечена рабочая группа или управляющая команда сети фирменной, да, и в том числе представитель собственного производства, ну, дальше же этой команде нужно операционно, эффективно управлять, вот такого результата может и не быть. А вот если эти 4-5 месяцев как длиной в жизнь мы так совместно проходим и учимся заново делать эти процессы, перестраивать нашу фирменную сеть, то тогда результат не заставляет себя ждать, и, в принципе, пилотные магазины выходят на те ожидаемые показатели, которые были запланированы в начале. И напоследок, по-вашему, вообще у фирменной розницы большой потенциал на рынке? Ну, значимый потенциал, назовем это так. И тем более там цифру показывают аналитических агентств, да, что к 2030 году будет рост специализированной розницы, там, 15-20%, если мы говорим о продаже. Поэтому стоит посмотреть в эту сторону фирменной рознице, точно есть куда расти. Ну, поживем и видим, как говорится. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok